Сегодня в Саратовском театре опереты премьера. Герцогини из Чикаго. Так называется новый спектакль. С самыми свежими впечатлениями от последней репетиции наш специальный корреспондент Светлана Бородич. Саратовская оперета решила познакомить свою публику с таким Кальманом, какого в России многие до сих пор не знают. Сильва, Байдера, Марица. Вот что обычно на слуху. С герцогиней из Чикаго история особенная. Редко кто знает именно такого Кальмана. Это тоже одно из любимых произведений. Оно обошло сначала всю Европу, а потом обошло еще и всю Америку. Здесь есть джазовый элемент в музыке. Он сравнивается, постоянно варьируется с европейским элементом. Причем потрясающие мелодии, зажигательные джазовые ритмы и потрясающие вальсы. Премьера состоялась в апреле 1928 года в Вене. Известно, что все 1336 мест театра Андервин были заняты. А среди девушек-статисток была русская Вера. Ей суждено будет стать супругой Кальмана. Сама Эперетти тоже. По большому счету, истории двоих. Она самоулюбленная богачка-американка, решившая нас прокупить то, что за деньги не купишь. Он принц крохотной страны Сильвария, влюбленный в прекрасную музыку, во все старое европейское и презирающий новомодную Америку, швыряющую доллары направо и налево. Что из этого спора выйдет, рассказывать не станем. Но вот насчет показывать, почему у нас в кадре так много танцующих. Да потому что именно герцогиню из Чикаго называют самой танцевальной Апереттой. Здесь все вокруг танца, все связано с танцем. Вальс сменяет фокстрот, фокстрот челстоун, челстоун степ. При этом все пронизано откровенно джазовой интонацией. Именно поэтому в 30-е годы прошлого века герцогиню запретила советская цензура. Именно поэтому в Европе теперь она более известна, чем в бывшем Советском Союзе. Постановки появлялись в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. И вот теперь у нас в областном театре Аперетты. Светлана Бородич, Юрий Шатохин, Павел Криклевец. Вести. Саратов.